Что ж, этот вай был максимально тяжелый и странный. В нем меня ожидало очень много приключений. Знаете, когда ты остаешься совсем один на острове, где каждый пытается выжить, всегда есть шанс обрести новое знакомство, которое может создать определенную череду событий. И предугадать, что тебя будет ждать, ты не в силах. Присаживайтесь поудобнее, это еще одна история о предателях. И да, я рассчитываю на вашу поддержку и думаю, этот ролик заслуживает 70 тысяч лайков. А почему, вы узнаете в самом ролике. И не забывайте подписываться на канал, ведь мы уже очень близки к моей мечте, а именно миллион подписчиков. Ну а перед началом ролика хотел бы вам кое-что посоветовать. Дебетовая карта Тинькофф Блэк в уникальном дизайне с Риком и Морти и выгодным кэшбэком. Выбери тот дизайн, который тебе больше по душе. Рик, Морти, Огурчик или все и сразу. Ну а теперь перейдем к самому главному. Если оформить карту по ссылке в описании прямо сейчас, то обслуживание этой карты будет бесплатным навсегда. И поторопись, до конца акции осталось совсем немного. Акция продлится до 30 июня. А из преимущества этой карты можно выделить до 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупку у партнеров, список которых постоянно обновляется. Кстати, кэшбэк приходит настоящими рублями, но это далеко не все. Также приятным бонусом является доход до 7% годовых на остаток, которые приходят каждый месяц. А также доступны бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона. Ну а наличные можно также бесплатно снимать в банкоматах. Да еще и даются крутые стикеры в подарок. Скорее переходи по ссылке в описании и оформляй карту до 30 июня, чтобы получить крутую дебетовую карту с бесплатным обслуживанием. Начиналось все с того, что я заспаунился возле речки, где я пособирал кукурузку и тыковки. И немного позже я даже наткнулся на домик, где плавило очень много печек. И конечно же, я захотел туда залезть. Выглядит так, будто бы туда можно запрыгнуть. Я отформил самую малость дерева и нашел слабое место в их компаунде, где я бы мог пристроиться и с легкостью запрыгнуть к ним на территорию. Забирать все ресурсы из печки я не собирался, так как это привлекло бы очень много внимания. Поэтому я йонькнул немного дерева и металла и побежал обследовать эту территорию. И немного побегов, я увидел открытую дверь, которая вела куда-то наверх. И конечно же, я туда полез. А в каком-то из ящиков я даже умудрился найти у них оружие. Я конечно мог бы попытаться отсюда убежать, но в моей голове появился план попробовать к ним проникнуть. И когда пришел один из хозяевов, я начал притворяться, что я свой. И потом, дабы не привлекать много внимания, я убил одного из слиперов и лег рядышком с ним спать, в надежде, что меня никто не спалит. Также я полностью поменял ник и аватарку на одного из их тиммейтов. Блин, эти типы китайцы, я не знаю, спалят они меня или не спалят. Но, к сожалению, мой план не сработал. Они спалили, что я был не свой. Я не расстроился, ведь это было только мое начало вайпа. Поэтому я попытался добежать снова до этого места и построить свой домик, ведь у меня уже была первоначальная цель. Бомжей убивать у меня в планах не входило, поэтому каждого бомжика я пытался поднять. Но некоторые спасенные пытались меня убить. Пофармив немного камня и дерева, я был уже готов отстраивать свою первую базу. Но тут наткнулся на какой-то интересный домик, который только отстраивался. Вообще, у меня есть идея отстроить такую гениальную ловушку. Просто жесть. Ты чё, китайцы или нет? Конечно же, разговаривать он со мной не собирался. Я вырубил у них спальники, поставил свои двери, и мне оставалось только придумать, как правильно застроить этот домик. Но тут я нашел гениальное решение. Так как этот домик отстроился совсем недавно, я мог ремовнуть их двери и их проемы, и поставить туда уже свои. Они мне дом построили. Мне это нравится. Топ. Спустя. One hundred years. У меня есть. Хом. Блин, ну прицел это, конечно, имба. Ну и, конечно же, после я побежал искать челиков с пушками и наткнулся на револьверщика. Ола, 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 оле, 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 оле. Добряк, кебаши, удобряк, кебаши, удобряк. И так как в моем домике не было абсолютно ничего, я сорвал неплохой куш. У меня появились первые ревики. В принципе, меня все устраивает. У меня теперь есть оружие. У-у-у-е. После, недалеко от меня, началась какая-то пальба с берданки. И я решил туда сходить. Ведь берданочка мне была нужна. Давай, мочи их, мужик! Я проследил за типом, который убегал от меня с моей берданкой. И нашел его домик. Чего и нафиг? Он закрыл меня. Я в говне. Я был заперт у них в комнате один на один и не знал, что мне делать. Пока меня не убил чел в лагах, потому что я завис. Но я закрыл у них шкаф. И, очевидно, они бы его начали разбивать. Поэтому мне нужно было как можно скорее нафармить дерево и скрафтить новые, чтобы застроить их, когда они его разобьют. Бай-бай! 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 Ты забрал у меня Томпсон! Блин, ты забрал у меня берданку. Берданку в замесе. Я забрал твой дом, все честно. И потом эти ребята чуть ли не умоляли вернуть их домик. Тебе берданку отдам, ну пожалуйста. Давай без этого. Ну по-братски, ну, братки. Где это? Ну все, жиджи бать. Ну дай ты шкаф на по-братски. Это по-братски. Блин, ну это, знаешь, это тяжелый, это тяжелый вариант. Берданку отдам, пожалуйста. Ну, на той шкаф на. Пожалуйста. Ха-ха-ха. Ой, блин, ну вы, конечно, и даете. В конечном итоге эти ребята оказались довольно дружелюбные, поэтому я решил вернуть им домик, но взамен они мне должны были отдать Томпсон и немного ресурса. Их домик я, конечно, мог не отдавать, но мне стало их просто жалко. А так, у меня хотя бы появился Томпсон. Этот прицел действительно имба, особенно когда ты бегаешь ночью. К ноге! Я думаю, надо побегать, поискать щеликов, которые сейчас фармят. А потом я познакомился вот с этим маленьким кланчиком, который жил напротив меня. Хм, сейчас на крышу полезет, я уверен. И эти ребята тоже были китайцами. Мне кажется, он должен вернуться сюда. Нифига, у него берета на 20 патронов, нормально вообще? Я знал, где они живут, поэтому решил реализовать план перехвата, ведь он 100% должен был вернуться на магазин, забрать свою берету. Вот это я понимаю. Вот это уже по-нашему. Это твои друзья? А можно как-то поменьше типов на квадратный метр или нет? Ух, работяги, работаем, работаем. Зачем? Турелька была без патронов, а это означало одно, что я могу ее просто так вырубить и забрать оттуда питон. Что, нормально все с головой? Мне кажется, что-то нет, что-то сломалось у него. Кажется, это было лицо. И в моем маленьком домике продолжало расти количество ящиков, куда я складывал свой лут. И стреляться с китайцами было очень весело, до момента, пока он не сел на крышу. Он с крыши стреляет? Он стреляет с крыши. Он стреляет с крыши с пулемета. Мне это не особо понравилось, поэтому я решил подойти к ним поближе и проучить этого китайца. После того, как я убил несколько раз китайцев, они уже собрались в маленькую кучку. Офигеть, там пять человек на крыше стоят. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Топ! Не-не-не, мэн! Успокойся! Давай жить дружно, чувак! Там просто китайцы эти на крыше сидят. Нафиг нам воевать с тобой. Хочешь, забирай у него. Мне это не нужно. Убил его! У него не было патронов, прикинь. Забирай одежду с него, слышишь? Хеллоу, плис, донт ки лас, донт ки лас, мэн! Плис! Плис, ви френдли! И как бы мы и не пытались с ними поговорить, слушать они нас не стали. А-а-а! О май гад! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! А-а-а, жесть! Эти чинг-чонги тупо мне жить не дадут. Ну, это будет весело, я знаю, что я буду делать. Короче, мне нужны союзники-соседи, чтобы я мог с ними противостоять. А-а-а! Я испугался, ё-моё! Нафиг он по мне так стреляет? Так, к ним шанса даже подойти нет там. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, это бред вообще. Они просто заняли супермаркет. Жесть просто! Чё тут происходит? Ха-ха! Мне нравятся эти китайцы. Я хочу здесь жить! Да, воевать с ними было довольно непросто. Их было много, и у них были хорошие пушки. Меня убил Анас. Ха-ха-ха! Потом на нашем же острове начался какой-то лютый замес, в котором участвовали мои китайцы. И я решил попробовать что-нибудь ёнкнуть, ведь оружие мне было нужно. Я ёнкнул пушку. Я не знаю, сейвить мне эту пушку или драться с ними до конца. Ау! Ну, это сто процентов домой. Это сто процентов домой. ЛР-ка... Блин, я думал с 4Х, ну ладно. А всё, что я выбивал, я ныкал в смоу-стэше. Мне надо убегать отсюда. Беги, Димас. Я попытался убежать как только мог, но меня зажали в угол и просто растерзали. Но расстраиваться я не стал, ведь я смог оттуда ёнкнуть пару пушек. Короче, мне нужен дом. Блин, только не акулок в лес. И наконец-то, спустя несколько часов игры на этом сервере, у меня появилась печка. Я бегал по своему острову в поисках камня. И наткнулся на один интересный домик, в который можно было спокойно запрыгнуть. Блин, ну конечно, надо наверх подняться, чтобы я мог поставить туда потолок. Как мне туда допрыгнуть? Никак. О, чувак, ты можешь запустить? Эй, хэллоу. Забустись? Как здесь залезть? Я не знаю, допрыгнем мы или нет. Но по идее, вот здесь, если ты встанешь, я должен допрыгивать. Да, допрыгну. А, толку тут всё закрыто. У них было всё закрыто, но зато я смог дождаться хозяевов, когда они пришли с фарма. О, так это фармилы были. Спасибо. Фармеры мне надо. Я отнёс ресурсы домой, и за мной проследили те самые челики, у которых я забрал серку. Они немного на меня обиделись, и начали мне угрожать. Первым же делом, я полностью улучшил свой домик, ведь понимал, что скорее всего они могут меня прийти и зарейдить. Ну, hurry up, бро, upgrade fast. You can suck my big penis. Take the loop. What do you want from my base? Когда наступила ночь, надо мной я увидел свет, и это означало одно, что у меня появились какие-то соседи. Я решил с ними познакомиться и подружиться. Hello, my neighbor. Мы живем здесь. Hello, neighbor. Я просто хочу поговорить с тобой. Я не хочу к долькампу и борься с тобой. Hello, my friend. Alright, listen up. If you don't dolecampus, вириокас, and other guns, and stuff like that, no problem, my friend, no problem. No, it's okay. If you can, you can give me an invite to the group, and I don't kill you. And if I kill you, I can back your stuff. Alright. I just wanna know nicknames. Can I see your name? Yeah, yeah, yeah. I don't see, bro. It's Father Michael. My name is Dobrak. I live close to you. I am Peter. I am Peter Pan. Peter Pan. Nice to meet you guys. I just play solo, and I don't need bad neighbors. It's so hard for me. You know? My friend, my friend, if you get any springs, I'd like to buy them. If you sell them, of course. Короче говоря, мы подружились с этими соседями и поняли, что воевать друг с другом смысла нет. It's just springs. We are low on springs. После чего я принес им немного кружин, потому что он меня попросил, и пофармил им немного дерева. А также, помог отбиться от дуркемпера. Two guys. Two guys в дуркемпе. Careful. Kill him. I kill him, I think. Со временем на острове стало немного тихо, и тогда я решил наведаться к моим соседям китайцам. Ведь там я мог 100% найти какую-нибудь жертву. Блин, забор, спасибо. Он мне пригодится. Фарми, фарми, китайский мальчик. Ой, блин, я буду такую жесть тут делать с этими китайцами. Но я думаю, будет очень весело. Сюда, нафиг. Ты куда, Китай, сбежишь? Опять с буром? У них три бура уже, нафиг, утащил. Я знаю, как их забайтить, но я не убегу из-под их дома. Они идут на супермаркет, это мне туда. Hello, please don't kill me, man. I'm just naked. Иногда даже у них получалось меня убить, но меня так просто было не остановить. Я спавнился дома, брал еще одну пушку и бежал снова к ним. О, понял. О, ошибочка вышла. И на этот раз лутать его я не стал, потому что пять китайцев выдвинулись помогать своему другу. Hello, neighbors. Five guys chasing me. Five guys chasing. Five guys coming. Ah! That one I can't help you with. I just killed... My friend, my friend. Come here. The Chinese guys, how many were they? Chinese have maybe 10 or maybe 15. It's all many, you know. That one I can't help you with. Что? То есть я правильно понял, что я разговаривал с типами, мы с ними договорились о соседском мире, и он меня взял и убил ради берданки? В такие моменты мне действительно становится грустно. Я просто хотел дружелюбных соседей. Тем более, я ничего плохого им не сделал. Но ради какого-то оружия они просто решились пойти на такое. И в какой-то момент я даже не поверил в такой поступок и решил с ними поговорить. Nice, bro. It's your very big brain plan, you know? Very good. И это оказалось полной правдой. Он забрал с меня оружие и разговаривать со мной не стал. Окей. Я такого не ожидал от этих пацанов. Ой, печальная история. Чуваки, вам не повезло, у меня есть... У меня кое-что есть. Наконец-то я поставил первый верстак и скрафтил лестницу. И в этот момент у меня был план. Я хотел пойти доставать моих предателей. Взяв с собой лестницу, я уже планировал план подхода, с какой стороны я к ним зайду. Но увидел то, что один из них побежал куда-то в лес. И я понял, что вот он мой шанс забрать у него пушку. You're so fucking idiot, man. Suck my cock. И вы просто не представляете, сколько же удовольствия мне доставляет, когда я убиваю предателей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Они просто не знают, на кого они нарвались. Я в шоке. А после он даже подбежал к моему дому и начал мне угрожать. Я поставил еще одну металл-дверку, и уже бы уходит какой-то безопасности. Что ты говоришь? Wait, come here. Что ты говоришь? Ты грустный геймер. Потому что я знаю игроков, как ты. И игроков, как ты. Нет, слушай, слушай. Если вы спросите и не дадите мне ответить, то, что ты говоришь сейчас? Да, ты можешь. Я знаю солоплеров. Солоплеров, как ты, что ты делаешь, ты идешь в порядке, и все, что ты делаешь. Когда ты увидишь возможность, когда ты увидишь три парня, ты говоришь, ты бомбишь нас. Я знаю это, потому что это как рост работает, чувак. Это не правда. Я получил 15к в этом игре. И я не бомбишься, как ты. Они играют как хорошие и ты убил меня, потому что я бомбишься. ман. Сиди, ман. Это что ты делаешь сейчас. Это fair enough, но не придешь сюда и не делай это. Серьезно. Что я могу делать сейчас? Ман, ты убил меня, ман. Why are you the soldier, dude? Shut up, брат. Я не отдам вам свою лестницу. Мне срочно нужно было расширять мой домик, так как я понимал, что выйти из дома они мне просто не дадут. И поэтому мне нужно было сделать как минимум пару выходов. Посмотрим, как вы по-дур кемпите, когда я гантрапы поставлю и турели. Чтобы закончить мое строительство, мне нужно было дерево. Самую малость я его немного похормил, а по возвращению домой я увидел это. В моем домике уже сидел сосед-предатель, который ждал меня с дерева. У меня нет дерева, это большая проблема, очень. Так как у меня не было дерева, чтобы поставить дверку, я даже придумал, как заплочить проход и чтобы у меня больше под дверью никто не сидел. Ха-ха! Ха! Вот это мне нравится! Соседи продолжали что-то выдумывать, а мне, чтобы воевать с ними, нужен был как минимум второй верстак, который нафармить было довольно непросто, ведь я находился очень далеко от всех РТшек. До второго верстака осталось 250 скрапа, я думаю, это изи. Good job, my little farmer, good job! Опача! Почему там под ящиками сидит тип? Дракоша, ты что тут делал, скажи мне? По приходу домой я немного улучшил свой домик и поставил железную решетку, чтобы я мог видеть, что на крыше у меня никого нет, а также улучшил потолки в МВК, чтобы меня точно никто не бахнул, и наконец-то поставил второй верстак. У меня берда не изучена, ветряк можно поставить. А потом я познакомился с еще одними моими соседями, и они были очень дружелюбны. Что-то тебе надо, говори. Так, пока у меня нет соседей под домом, никого вообще нет, надо быстренько поставить бухерки. Ты тут-то! Ха-ха-ха-ха! И я тут-то! You're so bad, man! Hello, bitch! Офигеть, я испугался. Вот это тип. Страшные дела происходят возле моего дома. Короче, мои соседи сели на крышу и начали по мне стрелять с берданки. После того, как я от них отбился, я все-таки умудрился поставить бухерку и укрепить защиту моего домика. И уже в этот момент я подумывал о том, чтобы поставить турельки, ведь соседи мне так просто жить не дадут. И, наконец, как я поставил турельку, я уже мог спокойно фармить дерево, ведь я понимал, что никто меня не убьет в спину. А на стене моих любимых соседей баллончиком я написал, что они крысы, чтобы все об этом знали. И, в общем, этот день развития начинался по плану. У меня появилась защита, появилось оружие и турельки. А также я увидел то, что мои китайские друзья построили ферму, на которую я мог спокойно залезть, ведь я не видел там дверей. И я понял, чем я в ближайшее время займусь. Надо туда, короче, с двушкой еще слезть. По приходу домой я поставил на крафт-лестнице и уже был готов к реализации плана под названием Биг Йоньк. Я вода, я вода, окей. Тупо жидкий. У них кроли там стоят. У этих китайцев внутри территории был спавн бомжей. И поэтому у меня созрел план притвориться одним из них и попросить, чтобы они меня выпустили. Тем самым, выманить этого типа на крышу. Поднимайся. Турели. Много турелей. Сейчас я вам устрою тут китайозы. Моя ткань. Быстрее, быстрее, Димас, быстрее, воруй. Воруй все и сваливаем. Четыре тысячи ткани. Бежим. Вот это я понимаю. У меня как раз ткани не было. Мой план сработал. У меня наконец-то появилась дома ткань. Но самое приятное, что я ограбил китайский клан. Вот это уровень, я понимаю. Было бы клево, конечно, бахнуть у них там все. Но с базукой туда идти опасно. И в этот же момент я увидел то, что китайцы плавают в лабораторию на подводной лодке. И я захотел ее перехватить. Тем более базуку и скоростные ракеты я умел крафтить. И потом я полез к ним под забор и начал ждать, когда же они вернутся. И прождал я так, наверное, минут сорок. О! О! Офигеть! Тут подводная лодка есть. Ха-ха-ха! А-а-а! Блин, ну там не было компонентов, я ждал компоненты! ЧЕГО?! В этот момент я понял, что китайцы скорее всего скоро вернутся. И поэтому прибежал к ним еще раз. У-и-и-и! О! О! Вообще есть идея сесть к нее сзади, короче, и сидеть ждать, когда тип сядет. Ха-ха-ха! Все добытое я умудрился засейвить и снова вернулся к ним. И тут началась самая грязная грязь, которую вы только сможете увидеть. Я сел к ним в подводную лодку. Теперь моя очередь. ШИИИИИИИИИИИИИИИИИЧpm Субтитры сделал DimaTorzok И в какой-то момент у них настолько сильно сгорело, что они даже попытались меня закидать гранатами О, нет, чувак! О, черт! Стоп гранейдинг! О, нет, чувак! Пока я доставал китайцев, мою турель пытались разбить мои предатели-соседи Хе-хе, добивочный чисто! Офигенно! Ой, чуваки, зря вы во мне зверя разбудили Я минус 2 дал Хорош, я тоже двоих или... Нет, я, наверное, четверых убил вообще, не знаю Хорош, хорош Пока я фармил дерево, чтобы улучшить мою крепость Я вспомнил, что я сделал с прошлыми предателями Может их застроить заборами? Я захотел застроить и этих предателей тоже Потому что это было как минимум весело Но до этого было еще ой-ой-ой, как далеко Спустя ровно один день игры Я забил полностью ящик оружием А оружия, чтобы воевать с китайцами Нужно было много В одном месте у меня не получалось поставить буферку Поэтому турель мою пришлось вырубить И, наконец, возле моего домика появилась НПЗшка В которой я мог уже наплавить себе нефти И в этой же НПЗшке я сделал небольшую нычку И поскладывал туда немножечко оружия На случай, если меня кто-нибудь зарейдит На следующий день я познакомился с еще одним соседом Его звали Саму И это был действительно самый крутой иностранец Которого я встречал за последнее время Стоял я в своем домике Плавил ресурсы И услышал, как в стороне китайцев что-то взрывается И я понял, что намечается жесткий контент Я не понял, их что, рейдят, что ли? Или что это? Там че с пуликами Походу с ГБЛа китайцем Либо сейчас китайцы отдефаются Либо я не знаю, что будет дальше Немного побегав, я услышал, что тут отстраивается какая-то кибитка И возле нее бегало очень много калашистов Чувак, тут китайцев рейдить сейчас будут Типа уже рейдят Уже рейдят, слушай Я два калаша уже забрал оттуда Да, этих огромных Там целый зерк пришел Там человек 10 в топ-сетах нафиг бегают Хоть я и скрафтил лестницы Но, к сожалению, подойти к их кибитке было невозможно У них стояло много турелей Блин, они уже турели поставили Они скоростными друг друга заплевывают Я такого эпика вообще давно в своей жизни не видел Ха-ха-ха Они тупо скоростными друг в друга стреляют Я нашел, откуда я могу к ним попасть прямо сейчас Понимая, что этот замес будет очень долго продолжаться Я решил выгулять калашик Ведь я не зря его выбивал, правда? У меня есть идея Как залезть к ним наверх А еще я созвал самую лучшую команду Пончика и Илюху Блин, нет смысла к ним подниматься наверх Там турели Ты шо, больной? Ха-ха-ха Сейчас будет такая Они пыволом от Они хотят к ним на крышу залезть Слышишь? Они пыволом от Это, кстати, может быть план У которого в магазине 150 ракет Короче, план таков Я если убиваю Ты пытаешься лутать И знаете, команда у меня была совершенно бесстрашная Шо, готов отбивать рейд, нет? Мне вот не страшно Мне бежать надо Польщик, вернись С базукой, с базукой прилетел Бегал, а вы Я его убил Убил Блин Да Там еще один Блин, жар смоков нет Блин Пока я с ними воевал Я вспомнил то, что у меня были турели А это означало, что я могу реализовать Одну гениальную идейку И это будет как кибитка, короче Туда будут челики забегать В этот лес И она будет всех месить там Турели Две турели поставить И все Короче, план был таков Отстроить в этом лесу Где стоит кибитка для рейда Свою кибитку Где стояли бы турели Которые были бы спрятаны в листве И делать это нужно было максимально быстро Ведь здесь постоянно бегали враги Патронов нет Тут что с бочкой? Офигеть, я их убил здесь Все, я могу две турели ставить Я... I need an authorized I need an authorized man I am a authorized man Ст cicataville Wait Я запустил турели Я могу забайнить их на выстрелы Убил калашиста, там еще один Ползи сюда, ползи сюда Ползи сюда, ползи сюда Он пушку залутал Сейчас их турели убьют возможно За хатый, бежит Убил его Ааа, меня убили Нет Убил его Еще один Еще один умер Ха-ха-ха-ха Вот это я понимаю Перенасталив установка И эта ловушка работала Вы просто не представляете Сколько же типов подохла от нее И сколько оружия у нас появилось Пожалуйста Пойдем Спасибо Убил его Спасибо Окей Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Бульты есть у него? Не знаю Ну не знаю Нашел точку Это боевая ракета Это боевая Нет Это походу Зажигательная была Или боевая Она очень долго летела С огромным навесом И пока я бегал домой по своим делам Боец Рилхит отстроил Вышку Чтобы я мог отбиваться От этих типов Которые рейдят китайцев И вы просто Не представляете Как же это было весело А что если Прямо щас завалится к ним на крышу? Толпой Убил одного типа с куликом А, это по мне Илья, что ты тут построил Оставь лок, пожалуйста Это русские? Так это русские рейдят Минус один А что если реально завалиться к ним на крыше сейчас? Или наверх залазят Вылезли Минус Давай, там еще один Он за деревянные кибиски Двое, двое за деревянные кибиски Меня убили И трое запрыгнуло, четверо Давайте под турели, под турели Давайте, давайте под турели Они застроили Так можно выдолбить потолки Хоть они нас и застроили, но я нашел метод, как вернуть эту вышку обратно Тут калаш или... тут калаш лежит с топ-сетом И то, что они не забрали этот калаш Была их огромная ошибка Лежать Лежать Второй лежать Лежать Минус два Они еще одну кибитку построили ниже Минус Застроился Застроился Тейкет Мы на крыше Он умер Он умер Он умер Он умер Он умер Он умер Какой он с пазукой Голый с пазукой Голый с пазукой Его коверит в фулгир Зажигалка, пацаны Бегите оттуда Бегите, сейчас выгодят стены Не, нормально Они пытаются сжечь Нижние стены выгорят Нижние стены сейчас выгорят Нижние стены сейчас выгорят Я апнулся, пофиг Еще одна, блядь Еще одна Хана Хана вышки Нееет Нееет Две хп Они стенку пробили Беги Я пошел Я пошел Я пошел Тут 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 Наказан Хорош Беги 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 Добряк, Добряк Там был человек в нашей базе Он меня убил Он еще здесь Он еще здесь Он еще здесь Он еще здесь Добряк 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 Я тебя поднял Стой Открывай замок Ставь А Кодлок Ты сказал Да Это Новое Нововведение Я видел А что все Замесы кончились Что тишина такая стала Может они на кд Я бахаю турель у них Минус Минус турель Он в тачку сел Не Они НА НАФЕГ и как только наконец-то все подутихло настало время штурма турель взрываю а там турель нормально минус открыто запрыгивал вниз еще убил еще бил запрыгивать лишь здесь здесь нас закрыли все ракетница я в жагере мне пофиг их тут четверо я все купил нет еще один меня убили я пятерых там или шестерых сборил жесть спустя где-то три часа жестких файтов этот замес наконец-то закончился и нам удалось задевать китайскую базу а еще вместе с этим иностранцем мы украли очень много лута чтобы проучить предателей мне нужно было как минимум изучить деревянную стенку и ворота а для этого нужен был скраб поэтому я отправился в сторону лабораторий и по пути наткнулся на какую-то рыбачку где были два челика и они явно что-то пытались отстроить я их убил у них сишка была и и знаете в этот момент я получил то что мне действительно было нужно а конкретно лодочную благодаря которой я мог налутать очень много скраба и полутать лаборатории потихоньку пролутывал бочки и отправился в сторону лаборатории где меня попытались перехватить какие-то пираты ех хорош димас есть честно говоря я не знаю на что эти ребята рассчитывали когда нападали на аквамена но за такой лут я им очень благодарен больше бензопилал тут было 500 нефти я ради нефти и шоу в воду чуваки я ради нефти и шоу в воду и наконец-то в моем домике появился третий верстак и наконец-то у меня третий верстак я могу мстить моим предателям бам топ о так 4x оказывается всего 100 скраба стоит вау а также я наконец-то изучил деревянные стенки мне по-прежнему не хватало самой малой скраба чтобы доизучать чертежи поэтому я отправился в лаборатории где уже сидели какие-то челики а Так как этот тип был в джеггерсете, стрелять в него с калаша было просто бессмысленно. У меня были зажигательные патроны на двушку, а двушка лежала прям недалеко от меня, поэтому у меня был выход как с ним расправиться. Я его убил. Так, сюда, сюда. Все, у меня все изучено. А потом, пока я перерабатывал компоненты на аутпосту и закупал различные ресурсы, я услышал знакомый мне голос. Да ладно, не надо ничего. Не надо, пока. Я просто знаю, мне так... Ну ладно. Ха-ха-ха. Давайте я в зеленку добавлю. Не-не-не, я леваюсь, Серега. Спасибо. На еще вот туда. Спасибо большое. Давай, удачи. На, Козу, отхейся. Сейчас я его подколю, подожди. Он не знает, что это я. Спасибо, я просто. Развел по биджону. Блин, я тебя, по-моему, встречал. В прошлом вайпе, если я тебе не ошибаюсь. Че-то у тебя знакомый. Он что-то подозревать начинает. Я скинул ему еще одну записку, чтобы он побежал за мной и чтобы я ему смог показать свой домик. Но говорить ему, кто я такой, я не стал. А, это твой дом? А, это не только антропат, а только бьет. Вау. Это ты все в соло? Привет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Что? Что? Да ну нахрен. Чего? Блин, Дима, Дима, ты задолбал. Просто. Дима. Судя по всему, Боби Джон был очень рад меня видеть. Если вы не поняли, кто это, то посмотрите прошлый видик. Мы с ним немного поговорили, и он мне предложил построить когда-нибудь свой отель. Если вы захотите увидеть еще один наш совместный ролик, то пишите об этом в комментариях. Наконец-то у меня появилось очень много дерева, чтобы я смог полностью огородить территорию предателей, и посмотреть на их реакцию, и что же они будут делать на следующий день. А также на их территории я поставил камеры, чтобы было легче следить за их действиями. И знаете, вид был у них на территории довольно неплох. Так, мой третий день выживания подошел к концу. Мой следующий день начался с того, что я расставлял мины под забором моих предателей. Короче, у меня появился топовый план. А пока мои предатели-соседи спали, я хотел зарейдить ферму китайцев. Ведь там по-любому было много лутов. У них все печки плавят. Ну-ка ладно, я полез их, бахай. Лежать? И я действительно не знаю, каким нужно быть гением, чтобы поставить выключатель турелей на втором этаже за каменной стенкой. Изи! Я знаю, что надо делать. Я знаю, что надо делать. Я отсюда не выберусь, но я буду драться до последнего. Ха-ха! Тони, ма! Лежать! И, наконец, как только наступил рассвет, я свалил отсюда со всеми ресурсами, которые наворовал. Миссион комплитет. Сваливаем. О, зашевелились, наконец-то, в домике. Интересно, им нравится мой подарок? Ха-ха-ха! Ха-ха! Ой. Кто-то уже на моих минах подорвался. Ха-ха! Они серьезно решили подолбить? Подолбить стенку, что ли, кирками? Ха-ха-ха! Ой, блин, намечается очень веселый контент. Хеллоу, мои родные близкие. Ах, ты бомжара, чуть не спалила мои мины. Но я буду ждать, когда они добьют забор, потому что там их ждут подарки. Ха-ха! И долбили они эту бедную стенку на протяжении 40 минут. Это было очень долго. Но в этот момент они явно не знали, что там их ждет небольшой сюрприз. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Подожди! Тут трое подорвались нафиг! Ха-ха-ха-ха! Они бомжары! Ой, ща я этим челиком устрою. Я включил прицел, нацепил на себя джаггер-сет, взял пулемет и побежал штурмовать их территорию. Кажется, я знаю, для чего мне нужен прицел. Именно для этого момента. Ха-ха-ха-ха! 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 Сюда! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! После я посидел у них на территории еще минут 10, но больше они на улицу не выходили. Все, чуваки, я пошел. А все остальное время они сидели в чате и писали китайскому клану, если вкратце, то они просили, чтобы они зарейдили меня. И тогда у меня появился план попробовать проникнуть в их клан и попробовать выманить у них немного ракет. СКГ анус. Сейчас мы все сделаем. Мы втроем сменили некие и побежали к их территории. Там тип стоит. Там тип АФК стоит. Видишь возле ворота? Ну вот, опсет. Давай, типа, мы свои стоит. Просто подойдем. Типа, свои. Кто это вообще? СКГ лонг. Давай просто стоять. Он не понимает? Или что? Я не знаю. Спалил, блин. Блин, миссия провалена, мне кажется. Я не знаю, каким образом он так быстро нас спалил, но мне кажется, они просто были друзьями в стиме и начали переписываться там. Ну а дальше, дальше произошло то, к чему я точно был готов. Меня пришли рейдить. Он в джагере здесь. Он в джагере здесь. Он в джагере здесь. Капец, там война, там все на минах подрываются. Что там происходит вообще? Я пытался отбить мой домик, но сделать это у меня не получилось, потому что их было очень много. Но эти китайцы даже и не знали, что они рейдят всего лишь пустышку, в которой не было абсолютно ничего, кроме какого-то оружия. После всего этого я услышал огромный залп ракет в стороне китайской базы. Я не знаю, что это было, но выглядело это все как диспавн ресурсов. А он походу диспавнит уже лут, они диспавнят. Все, походу наигрались они. О, я вижу его. Вот это я понимаю. Оказалось, что таким образом они не диспавнили лут, а пытались привлечь внимание каких-то бомжей, которые придут и заберут их базу. Я просто искал бомжика, который под хатой стоял, и я хотел бомжик отдач калаш. А что, китайцы все? Все ливнули уже? Да-да-да. Короче, есть предложение. Хочешь следующий лайк поиграть с китайцами? С этими китайцами, с кем я воевал? Да-да-да. Да-да-да. Ну, звучит очень интересно. Найди надежного друга, с кем можешь поиграть в следующем вайпе с нами. Они в этом вайпе, точнее, на этом сервере будут играть? Да-да-да, они всегда отстыкают. То есть ты один русский, да, в этом клане? Да-да-да. Тут у нас было вот это все, это были ящики пороха. Теперь это пустом мясо. Пустом мясо. Короче говоря, они полностью покинули этот сервер и потратили все свои ресурсы. Но лутовое я просто был обязан вам показать. Вы просто посмотрите на количество ящиков и магазинов. Ах да. И как вам идейка, чтобы я поиграл с китайцами? Если вы действительно хотите этого увидеть, напишите об этом в комментариях, ведь я читаю их абсолютно все. В следующем вайке увидимся. Я тебе напишу, где... И это был еще не конец. Впереди меня ждал рейд предателей. Я восстановил свой домик, скрафтил взрывчатку и побежал рейдить их базу. Чуваки, эта кара пришла. Блин, две ракеты на это тратить. Серьезно? Ой-ё-ёй. Серьезно? Они просто вышли? Не выдержали, пацаны. Просто вышли. Жесть. Ты сейчас, крапа, сюда. Серьезно? Естественно, лут мне их был совсем не нужен. Моей главной задачей было зарейдить их и показать то, что эти ребята неправы. Свой лутик я полностью оставил им и вышел с этого сервера. Итак, моя история подошла к концу. Надеюсь, вам понравился этот ролик и вы поставили свою оценку. Фух. Вы просто не представляете, сколько же сил потратил я на этот ролик. И подытожив, я хотел бы вам кое-что сказать. Никогда не делайте поспешных выводов о человеке, которого вы совсем не знаете и как сделали изначально эти ребята. Не забывайте про подписку, ведь миллион уже совсем не за горами. Всем пока.